Здравствуйте! Любовь Казарновская – звезда мировой оперной сцены, обладательница уникального тембра голоса и невероятной харизмы. Ей рукоплескали парижский гранд-опера, лондонский Ковенгарден, миланский Ла Скала. Список покоренных сцен и громких имен маэстро, которые с ней работали, может занять не одну страницу. Впрочем, она удивила оперный мир не только своим голосом, но и характером. Любовь Казарновская обычно не любит говорить о личной жизни, ведь она пережила много трудностей – предательство отца, вражду с мачехой, ссору с сестрой и двоюродным братом. Однако звезда отмечает, что все проблемы только закалили ее характер и помогли добиться успехов. О карьере Любови Казарновской и личной жизни мы расскажем в этом видео. Любовь Юрьевна Казарновская родилась 18 июля 1956 года в интеллигентной московской семье, далекой от музыки. Мама Лидия Александровна – филолог, преподаватель русского языка и литературы. Отец Юрий Игнатьевич – генерал запаса, работал на военно-дипломатической работе. Автор книг по военной истории. Старшая сестра Наталья – филолог, специалист по французской грамматике. Как позднее рассказывала певица, боевой характер она унаследовала от отца. Генерал часто брал дочь на военные смотры, и девочка в бинокль наблюдала за движением танков, стрельбой. В раннем возрасте целеустремленная Люба, как мама и сестра, тоже готовилась стать филологом, студенткой факультета иностранных языков. Но любовь к музыке и пению победила. После школы девушка подала документы в Гнесинский институт на факультет актеров музыкального театра. В 1982 году Любовь Казарновская окончила Московскую государственную консерваторию, а в 1985 – аспирантуру по классу доцента Елены Шумиловой. Студенческие годы в Гнесинке много дали Любови Казарновской как актрисе. В молодости случилась решающая для певицы встреча с Надеждой Малышевой-Виноградовой, педагогом-вокалистом, концертмейстером Фёдора Шаляпина, ученицей Константина Станиславского. Творческая биография Казарновской началась в студенческие годы. С 1981 по 1986 она являлась солисткой музыкального академического театра Станиславского и Немировича Данченко. Певица дебютировала в роли Татьяны в Евгении Онегине. Следующие три года – Любовь солистка Государственного академического театра. Известность Казарновской принёс всесоюзный конкурс вокалистов имени Михаила Глинки. Она получила вторую премию. Новые звания и должности сыпались на певицу как из рога изобилия. Одно за другим. Сначала Казарновская стала лауреатом всесоюзных и международных конкурсов. Потом лауреатом премии Ленинского комсомола. Председатель комиссии по культурному и гуманитарному сотрудничеству муниципальных образований Российской Федерации. Председатель правления Русского музыкального просветительского общества. Доктор музыкальных наук. Профессор. А ещё Любовь Юрьевна – учредитель фонда Любови Казарновской для поддержки оперного искусства России. Оперная певица стала популярной не только у себя на родине, но прославилась и на Западе, выступая на лучших сценах мира. Первый зарубежный триумф примы состоялся в 88-м году на сцене Лондонского театра Ковентгарден в партии Татьяны в Евгении Онегине. На следующий год Любовь Казарновская получила приглашение от дирижёра, маэстро мира Герберта фон Караяна, выступить на музыкальном фестивале в Зальцбурге. Прямо на репетиции его не стало, и реквием Верди Любовь исполнила уже в память о Герберте. Успех был общепризнанным, и теперь первые сцены мира были у ног русской оперной дивой Любови Казарновской. Это блистательное выступление и положило начало головокружительной карьере. Любовь Казарновская пела на подмостках Ковентгарден, Метрополитенопера, Сан-Франциско-опера, Вейнерстадзопер, Театра Колонн, Хьюстон-Гранопера, а также на сцене Мариинского и Большого театров России. Нерядка Прима преподносит своим поклонникам приятные сюрпризы. Иногда она поёт вместе с эстрадными звёздами. С Николаем Басковым артистка исполнила дуэт из мюзикла «Призрак оперы» и «Аве Мария». С Витасом композиции «Мальба» и «Бесэмэмуча», а также дуэт с Филиппом Киркоровым. Любовь Казарновская неоднократно подчёркивала, что считает себя поющей актрисой, поэтому для неё оказалось не чуждым появление на киноэкране. Первой работой в фильмографии певица стала советская музыкальная картина «Испанский час». Ещё одной кинолентой года была экранизация опереты Иоганна Штрауса «Цыганский барон». В следующий раз артистка появилась на экране спустя 17 лет в российской драме «Анна», где предстала в близком для себя образе оперной дивы. Анна Дмитриевна, с вашего позволения. И, пожалуйста, загасите сигару. Ненавижу дым. Арт, сэр. Весной 2013 года Любовь Казарновская оказалась одной из четырёх наставников первого сезона шоу «Один в один». А в марте 2014-го оперную певицу пригласили стать членом жюри нового популярного телепроекта «Шоу перевоплощений точь-в-точь». В сентябре 1989 года Любовь Казарновская познакомилась с будущим супругом Робертом Ростиком, представителем хорватского рода аристократов. Роберт, импресарио из Вены, приехал в Москву на прослушивание молодых певцов, среди которых была и его будущая жена. В Австрии взаимная симпатия будущих супругов переросла в более сильное чувство. Роман завершился свадьбой. Пара вместе уже много лет, и личная жизнь Любови Казарновской и Роберта Ростика – пример не только для подражания, но и предмет для доброй зависти. Позднее муж даже сменил работу во избежание кривотолков и ради семейного благополучия. Мечты супругов о детях сбылись в 1993 году. У пары появился сын Андрей, ради рождения которого певица готова была пожертвовать карьерой. Дело в том, что роды могли привести к изменению голоса, а значит к финишу карьеры. Певица также осознавала, что решившись рожать, должна будет расторгнуть множество контрактов. Появление малыша никак не повлияло на голос. Уже спустя три месяца артистка блистала на сцене. Вскоре семейное горе, уход мамы из жизни, все-таки подточило здоровье певицы. Прима пережила настоящее потрясение. От стресса у нее пропал голос, и певица уже мысленно попрощалась с карьерой. У Казарновской начались приступы астмы на фоне переживаний. Она перестала петь. После небольшого перерыва супруг нашел ей травницу, которая исцелила недуг отварами. Артистка начала занятия с концертмейстером, после чего вернулась в форму. Но тут случились проблемы с отцом, который, по слухам, уже давно имел роман на стороне и захотел жениться через полгода после похорон матери. Звезда призналась, что для нее поступок папы был ударом, ведь отношения родителей всегда казались ей гармоничными. Когда дочь попыталась заговорить с отцом о новой женщине, то уперлась в стену непонимания. И только в 2021 году, будучи героиней проекта «Судьба человека», артистка сообщила, что все-таки нашла в себе силы простить отца. Незадолго до смерти он позвонил дочери, попросив понять его. И Казарновская сумела перелеснуть эту страницу своей жизни. Единственное, о чем она жалеет сейчас, связано с ее родной сестрой, умершей от рака легких. Сестра Наталья не простила любови и ее примирения с отцом, и даже когда она умерла, Казарновской не сообщили об этом. Личная жизнь Любови Юрьевны сегодня полна и гармонична, ведь у певицы крепкая и дружная семья. Сын Андрей пошел по стопам родителей и окончил Московскую консерваторию по классу скрипки. Он мечтает стать симфоническим дирижером. По словам артистки, она готова стать хорошей свекровью, но к роли бабушки относятся с недоверием. Несмотря на то, что Любовь Казарновская владеет недвижимостью в Москве, Италии и Австрии, оперная певица предпочитает роскоши простую и размеренную жизнь. И больше всего любит отдыхать в скромном загородном доме в селе Вятское Ярославской области. В интервью она часто признается, что природа в этом месте воздействует на нее целительным образом. Только на Вятском она может отдохнуть душой, почувствовать покой и умиротворение. Но вот так Господь Бог распорядился, что село Вятской Ярославской губернии стало в каком-то смысле такой моей любимой, одной из самых дорогих частей нашей земли. К слову, не отгораживается Казарновской от местных жителей. Люди по-доброму называют певицу «наша барыня» и с удовольствием общаются с ней. А вы любите слушать исполнение Любови Казарновской? Буду благодарен вашим комментариям и до скорых встреч!